Во-первых, наша космическая программа не заканчивалась никогда. В соответствующих засекреченных областях она проводится и очень активно. Россия никогда не уступала, не уступит приоритет освоения космоса. Это могут быть только временные отступления ввиду экономических ситуаций. Как повлияет это на экономику общества и Земли в целом, это еще мало понятно. Но понятно, что повлияет и достаточно серьезно. Сейчас нужно решить внутриземные конфликты, может быть, слишком спешить не нужно. Но тем не менее, говоря о том, что конец света только через миллиарды лет, я думаю, ученые несколько успокаивают нас. Потому что на самом деле все может произойти гораздо раньше и быстрее. И поэтому нам нужно изучать не только околоземный, но и дальний космос. Но он все равно ближний, он дальний для нас, для обывателей. Это все равно ближний космос. Искать возможности и для новых конструкций, для новых научных решений в этих конструкциях, для новых двигателей, новые породы, которые могут быть на близких планетах, для того, чтобы потом освоить сверхдальний космос, и чтобы человечество избежало своей гибели и продолжало свой великий путь во Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok